парни всем привет это канал сервисмен в этом видео расскажу о своих программаторах поскольку после последнего видео где прошивали радар детектор стали задавать вопросы в какими программаторы чем пользуюсь и так далее вот на самом деле в работе у меня не так много программаторов и ну достаточно долгое время пользовался я сам обычным мини про с колодкой под 25 флешку вот так выглядит но я думаю всем знаком уже такой потрепанной жизнью tl 866 по заказывал я его соли вот такой вот кучей всяких разных колодок обошелся мне наверное сам программатор чуть около может быть 2000 и колодки блин честно не помню сейчас хотел по быстренькому заказ найти но это было так давно что может быть там по другой учетной записи даже общем нашел наверно тысячи три может быть это все вышло может чуть больше чуть меньше не врать не буду не помню вот брал собственно его для вот как раз этой колодки на 25 серию потому что занимаюсь ремонтом автомобильной электроники видеорегистраторы магнитола радаротектор и такое вот и ну на тот момент когда я убрал это наверное год 13 может быть 14 был вот в принципе вполне устраивал на большинстве видеорегистраторов прошивка хранилась как раз на этой флешке и без проблем там снимали дам прошивали меня ли там и так далее то есть в принципе всем устраивал другие видеорегистраторы которые у которых нант другого типа соп 48 вот он не берет то есть ну смотрел на ю тубе видео что вроде как у неё кстати здесь тоже есть колодка под 48 соп 48 вот что вроде как там два контакта у нее не задействованы чтобы мини про я увидел нужно сдвигать там как-то короче дизайн не стала я особо это вникать попробовал там несколько флешка на нее ставить не считала на их и короче плюнул я это и решил купить другой программатор но это до сих пор рабочие верой и служит не знаю будет как запасной вот и собственно пожалел то что столько всяких разных колодок вместе с ним взял они ведь тоже денег стоят по сути ничем не пользовался из этого то есть различные микросхемы потому что просто на вот в автомобильной электронике мне это не пригодилось вот и как раз из-за нандов вот это кстати но обычная флешка всем знакомы 25 серия 8 лапы вот и ну собственно 48 соп 48 из-за него взял я другой программатор вот эта флешка заказал rt 809 h вот обошелся он мне где-то около 10 тысяч с набором колодок там шлейфа различные провода там телеки чтобы им прошивать через hdmi но в общем это все равно мне интересно брал я чисто для вот такой флешки соп 48 то есть ну процент баррелла флешка такая там видеорегистратор на них сплошь и рядом нужно что такие же флешки на телевизорах используются еще там где-то вот но был несколько аппаратов в ремонте по моему шоуми и еще какие silverstone что ли то есть они в принципе неплохо прошиваются с компьютер через direct usb вот многие соответственно останавливаются таким образом но какие не останавливаются приходится выпаивать флешку уже программатором ее зашивать но если конечно дамп есть на нее а те же комбо устройства шоуми они не прошиваются через компьютер то есть там нужно либо другую плату на него подкидывать чтобы именно к direct usb его подцепить либо вот только выпаивать про тоже другую там плату питания к ним можно подсоединять прошивать через директ но узнал только позже вот в общем эти аппараты шоуми восстановил только после того как получил этот программатор то есть грубо говоря он за 10 тысяч грубо говоря он стоил и окупился он ну в несколько ремонтов то есть по моему 33 или 4 ремонта вот с подобным с подобными проблемами и все программатор окупился я счастлив и доволен вот принципе ну сейчас использую его как основной и 25 сервис об 48 все шью им дальше вот есть такая приблуда и у артовская покупал тоже он стоит копейки даже не с китай заказывала здесь у нас в чип и диплом брал то есть он там что-то на рублей 200 наверно стоил брали тоже не помню то ли для сяоми какого-то видеорегистратор нужно было его прошивать то ли блоки его там xiaomi устанавливали вот таким образом тоже но давно валяется уже давно не использовали есть вот такая хреновина этому программатора вообще сто пятьсот лет но даже я не знаю как вы назвать программатором в общем это радар отектор тоже по моему стричторма им прошивали одно время короче херня тоже не пользуюсь сейчас и тот знаменитый программатор про которые многие писали говорили то что блин чай тут такое и если ну типа непонятно что за программатор смысле тут про него рассказывать ну честно не знаю как его обозвать какой-то блин какой-то какой-то ну вот какой-то короче прислал производитель чисто его устройство не знаю как его загуглить тут особых маркировок нет что-то spice spice 2 версия 1229 все он тоже на процебуре флешка 25 здесь стоит да вот больше у него каких-то опознавательных знаков нету собственно вот такое но небольшое видео о своих программаторах сейчас там наверное спецы типа серёги все мы знаем какого закидают меня помидорами скажет что это разве программаторы там у нас всякие ipbox и z3x и все остальное но мне просто физически это в работе не требуется и покупать просто чтобы было ну смысла не вижу то есть я обычно беру ну какой-то оборудование если у него есть как-то либо острая необходимость либо я понимаю что он будущем мне пригодится и ну не просто будет лежать на пол и не будет работать то конечно я беру то есть если этот с флешками от 48 носит аппараты то ну вот он 3-4 ремонта он окупился вот по комплектации у него кстати тут тоже вот не знаю как видно будет тут вгашный провод прищепка он прищеп кстати вещь такая сомнительная сейчас расскажу вот и комплекте тут тоже куча всяких переходников колодок проводов всего остального про прищепку еще пару слов скажу вот прищепка в принципе но вещь полезная например во первых скажу что не выпаивая сплаты редко какие флешки вот эти 25 он берет в основном не только выпаивать но и опять-таки либо вставить в колодку либо зажимать прищепкой но удобстве и в чем что 25 серии флешка на есть не только такая с ногами который прямо припаивается в общем на на плату на пузо вот соответственно в обычную колодку и и не засунуть а прищепка ее берет на 1 и прищепка еще почему на плате не берет потому что плата когда вы подключаете она ну грубо говоря жирает питание там уже в чате нашем писали об этом то есть не все вас будет если там ноутбуки допустим ремонтируете компьютеры чтобы просто считать bios перепрошить но не всегда это получится скорее не получится вот напоследок что скажу что у нас есть чат ватсапе вот если кому-то интересно ходить меня вконтакте пишите в личку я скину ссылку на приглашение и собственно все всем пока спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся пока